я приветствую каждого зрителя на своем канале меня зовут хелена сегодня мы как обычно с вами будем делать тороп прогноз на неделю для каждого знака зодиака и сегодня мы с вами будем смотреть с 16 по 22 сентября что ожидает каждый знак и так первые знаки как обычно у нас по традиции идут овны смотрим что овнов ожидает на неделю какие будут события и так смотрим первую очередь у вас идет как-то финансовый интерес будете решать именно все что связано с деньгами потому что здесь просматривается именно такая линия что вот знаете как ну так бы такая основная важная тема для вас я смотрю потому что очень будет беспокоиться либо какие-то потери финансовые и вы будете пытаться найти источники до чтобы восполнить вот этот ресурс то есть будете прям активно заниматься всю неделю решать вопрос может быть с документами все что связано с финансами здесь единственное что не торопитесь а то есть старайтесь все таки знаете как не полностью с головы уходить до в эту проблему а все-таки действовать размеренно но вот все что связано именно с деньгами вы будете решать и причем здесь возможно это будут какие-то крупные суммы на неделю то есть это может быть и наследство кредит ипотека да там покупка либо продажи может быть документы будете оформлять жилье и все прочего то есть прям вся неделя в основном будет но когда у вас очень такая активная если вы действительно будете проявлять активность а то принципе вы решите все эти вопросы то есть несмотря на скажем так некоторые препятствия все равно все решится именно в вашу пользу однозначно вы будете полны сил несмотря на некоторые препятствия но на этой неделе вас ожидает удача вы будете удачливы то есть вы любую ситуацию перевернуть именно свою сторону возможны какие-то неожиданные денежные поступления то есть даже откуда совершенно не ждете это могут быть какие-то удачные сделки какие-то заманчивые предложения то есть и благодаря этому но как бы я бы сказала восстановится ваш такой финансовый статус на этой неделе не бойтесь внезапных перемен которые могут быть случайно что тогда там какой-то шаг и сделали какое-то слово сказали внезапные перемены будут и вы будете очень счастливы от этого вы будете очень довольны именно своим положением вам вот единственное что на что стоит обратить внимание на этой неделе проанализировать свой круг общения разобраться какие отношения с кем что и почему что вас кем связывает а то есть вот прям обратите на это внимание стоит пересмотреть и возможно что может быть ну как бы прояснить какие-то ситуации да то есть кто для вас важен кто наоборот вам вредит а кто наоборот вам мешает каких-то процессах то здесь даже просто проанализировать это не значит что нужно рубить да как говорится сразу с плеча но как бы нужно проанализировать тем более у вас на это будет время у вас на этой неделе может появиться человек который может очень сильно повлиять на вашу судьбу то есть может появиться такой человек возможно что это будет человек связанный в личной жизни на что наладите личную жизнь возможно что этот человек поможет вам решение документов возможно что человек поможет просто даст он какую-то опору поддержку поэтому здесь не отказывайтесь от его предложения который будет поступать именно от этого человека то есть это но как-то для вас это будет я бы сказала такая очень хорошая дополнительная помощь и принципе знаете вот еще идет такой момент что на этой неделе будет идти какое-то возрождение возрождение чего-то это либо чувств либо каких-то идей либо каких-то внутренних ваших импульсов то есть благодаря этому многое вас будет меняться поэтому здесь даже если что-то не все получается да не унывайте а просто делайте свои дела и все получится так это у нас с вами были овны теперь мы смотрим тельцы а а а так на тельце тоже что-то немножко сложно тельцы вот смотрите что получается у вас первую очередь да будут трудности и сложности но это больше знаете такого я бы сказал физического характера вообще на самом деле вы сможете переделать массу дел на этой неделе какие-то будут удачны какие-то будут не очень может быть такой момент но вот то что на неделю вы массу дел переделать это да однозначно просто будут некоторые дела трудности больше я бы сказала вот с которыми не совсем получится быстро справиться да немножко такая линия просматривается но это наоборот а поднимет и знаете такой ваша внутренний импульс ваша внутренний такой ресурс что благодаря этому у вас появится знаете я бы сказала такое вот переосмысление вообще как бы своих действий что вы делаете на что не делаете вот идет именно так то есть у вас в принципе появится время я бы сказала для может быть пересмотра важных каких-то аспектов то есть это такой первый момент дальше у вас могут появиться люди на этой неделе причем много новых людей и вместе с этими людьми придет и разрешение проблем и придут какие-то перемены но перемены которые вы как бы совсем не ждете но тем не менее знаете как могут появиться внести какую-то какое-то слово внести какую-то ясность но для вас это немного может быть сложно восприниматься что придется менять именно какие-то свои позиции да менять свои положения какие-то структуры но благодаря этому наоборот у вас разрешится ваш вопрос здесь просто единственное что старайтесь меньше обсуждать все что связано с вашим домом потому что немножко может быть такой момент если вы хотите спокойствие в доме если вы хотите вообще спокойствие жизни меньше обсуждайте что происходит в вашем доме потому что с одной стороны есть люди которые наблюдают за вами как вы живете и не хотят чтобы вы жили счастливо а другие люди наоборот но как бы могут и поддержать то здесь тоже очень важно как бы контролировать то есть кто действительно настроен вам помогать а кто не очень вот единственное в чем может быть сложность если вы предположим хотели куда-то поехать на эту неделю то здесь очень маловероятно здесь очень мало вероятно что вы ну как-то за поездки срывается не получается либо с трудностями в кбд но поездки очень маловероятно но вот вы можете знаете я бы сказала так что вы можете использовать энергетику этой недели для того чтобы решить именно вопросы которые уже порядком вам надоели на то есть которые уже тянутся неизвестно сколько которые уже порядком надоели не знаете что делать вот как раз это вам даст знаете наоборот такое дополнительное я бы сказала время и ресурсы решить как раз вот эти все задачи и вам даже нужно на этом сосредоточиться и вот если вы как-то под приложите немножко усилий уже сделать какой-то рывок последний шаг вот тогда неделя вам принесет ясность определенность и наконец завершение трудных проблем задач которые вас волнуют очень долгое время то есть пришло время разрешить их и поставить в этом вопросе точку вот у вас так как раз неделю нужно использовать именно для этого так это у нас с вами были тельцы теперь мы смотрим близнецы что-то у всех немножко напряженная какая-то неделя хотя принципе будут разрешаться достаточно удачные вопросы но тоже немножко как-то сложно но давайте ладно попробуем посмотреть вообще близнецы вас будут оберегать свыше то есть высшие силы вас будут оберегать возможно что вы можете быть подвержены каким-то неприятным разговором каким-то вот знаете таким состоянием что будет и депрессия и будут какие-то негативные разговоры неприятные которые могут вас избивать с толку то есть может быть такой момент не обращайте на это внимание то есть если вы действительно хотите максимально сосредоточиться на том что важно очень важно не обращать внимание либо вообще не уступать никакие ссоры для вас очень важно на этой неделе выстроить именно вот свой путь свой режим так чтобы можно было максимально разгрузить да вот это свое внутреннее состояние такое знаете вот немножко дискомфорта чтобы вы могли более себя комфортно чувствовать и спокойном состоянии решать все свои вопросы для того это нужно вам для того именно чтобы вы могли восстановить свои силы потому что вы будете чувствовать что вы теряете свои силы вот немножко вот эта линия вас просматривается но если вы будете сосредотачиваться на прекрасном и не вступает ни в какие перепалки разговоры эта неделя будет удачно для налаживания контактов для налаживания личных отношений для знаете такого комфортного состояния когда вы будете чувствовать стабильность когда вы будете чувствовать что действительно можно улучшить да какие-то аспекты какие-то моменты а также на этой неделе ожидайте какие-то сюрпризы которые вас порадуют принципе эти сюрпризы будут комфортные для вас и такое тоже просматривается какие-то неожиданные приятные моменты которые вас порадуют то есть это но однозначно будет у вас появится шанс на этой неделе я бы сказала богополучно повернуть свою жизнь в нужное русло да то есть решить именно свои вопросы и здесь самое главное для вас это действовать не нужно сосредотачиваться на плохом на негативном а наоборот нужно действовать и максимально сосредотачиваться на том что вам комфортно то что благодаря этому вы выйдете из даже самого тяжелого положения на этой неделе и вам даже знаете как то вот в эти дни но захочется знаете такого уюта тепла света да вот какой вот такого вот комфорта и вот как раз это время вам даст эту возможность то есть используйте это время чтобы создать для себя комфортную жизнь вот у вас так так это у нас с вами были близнецы теперь мы смотрим раки так вот Так, раки. Что я могу сказать? Вообще, знаете, у вас идёт именно такой момент, что очень гармоничный, я бы сказала, период у вас наступает раки. То есть у вас, наоборот, очень гармоничная неделя. Первое, на что вам ориентир. Любое дело, за которое вы возьмётесь, будет наполнено интересом, радостью, стабильностью и комфортом. То есть любое дело, за которое вы возьмётесь, вы решите максимально удачно. А вы даже будете, знаете, у вас будет такое чувство, такое состояние, что в любое дело вы будете вкладывать свою искорку, и благодаря этому вы сможете многое для себя открыть, то есть разрешить любые задачи однозначно. То есть вы на этой неделе раскроетесь полную силу. И для каждого будут именно свои какие-то аспекты. То есть для кого-то это исполнение желаний, для кого-то устройство на работу, личные интересы и так далее. А вас также будет радовать отношения и общение на этой неделе. То есть это либо в личных отношениях, либо с детьми, либо с партнёрами, с коллегами. То есть очень удачно будет складываться. То есть однозначно прям прекрасно. А вам на этой неделе удастся найти, я бы сказала, такую золотую середину в общении, в решении вопросов, по времени, по обстоятельствам. То есть прям очень даже удачно. Вы будете очень довольны положением, потому что вы будете фаворитами судьбы. То есть когда действительно всё налаживается. Ваше настроение, ваше самочувствие будет на высоте. У вас, знаете, вот появится возможность и совершить какие-то приятные вещи для себя, и какие-то приятные поездки, и просто хорошо провести время с друзьями, и, как говорится, взлететь до небес. То есть прям неделя у вас идёт такая прекрасная. Поэтому не упускайте шансы. Обязательно используйте все ресурсы, потому что именно на этой неделе вы будете в центре внимания. Вот прям однозначно. И для вас сейчас самое время, самое время сделать по максимуму вот всё, о чём вы мечтали, всё, что вы хотели. И также вас ждут приятные сюрпризы, которые вас обязательно порадуют и дадут вам, ну, я бы сказала, такой нужный импульс и нужный настрой. Вот у вас так. Так, это у нас с вами были раки. Теперь мы смотрим лев. Так, львы. Что я могу сказать? Немножко неделя будет напряжённой. А всё напряжённой потому, что вас будут отвлекать другие люди совершенно. То есть именно от поставленных ваших задач. А вы почему-то будете отвлекаться совершенно на какие-то другие проблемы. Не стоит так беспокоиться, потому что на самом деле у вас будет множество сил, времени, энергии, чтобы вы могли максимально сосредоточиться на том, что вы можете максимально многое решить. Единственное, что кто-то из родственников будет вмешиваться в вашу жизнь. Но вот здесь очень важно, понимаете, вы будете пытаться доказать своё, а не будут пытаться доказать своё. И это может привести к очень большим конфликтам. Вот чтобы этого не было, не стоит там пытаться, да, но лучше вообще обойти эти разговоры, потому что, во-первых, вы сами не готовы к этим разговорам. И могут быть очень большие проблемы. То есть ни к чему хорошему вы не придёте. Поэтому когда на протяжении недели будут назревать какие-то очень неприятные разговоры, старайтесь смягчать углы, либо вообще обходить эти разговоры. Потому что вам важно, знаете, как-то больше сохранить такой нейтралитет и просто пережить вот этот период без потерь. Потому что потери могут быть, и вы на самом деле можете очень сильно об этом жалеть. То есть вот это тоже может быть. Вам лучше сосредоточиться на своих желаниях, на своих интересах. То есть то, что вам комфортно, то, что вам приятно, да, то есть то, что вам приносит радость и приносит комфорт. Все изменения, которые будут на этой неделе, они с трудностями, но дадут всё-таки положительный результат. То есть вы как бы поставите точку и решите все вопросы. Да, будет сложно, но тем не менее, однозначно будет всё достаточно как бы разрешиться в вашу пользу. Для вас самое главное на этой неделе это наладить отношения с партнёрами, по браку, с коллегами, неважно. Вот для вас самое главное это наладить отношения, потому что это будет очень сильно сбивать ваш ритм. И самое главное ещё, вот то, что присутствует на этой неделе, не торопите события, потому что очень важно делать всё размеренно, спокойно. Если вы будете торопить события, вы можете сделать очень непростительные для себя ошибки. Если вы не будете торопить события, а будете делать всё размеренно, то тогда неделя будет комфортной. Это у вас так. Так, это у нас с вами были львы. Теперь мы смотрим дело. Так, это у нас с вами были львы. Так, девы, смотрите, что получается у вас. Значит, вы захотите эту неделю провести тихо и спокойно, то есть придаваясь мыслям именно своей жизни, о том, что для вас важно, то, что нужно, но обстоятельства будут заставлять вас иначе. На самом деле эта неделя будет достаточно динамична. Здесь в первую очередь это время принесёт множество поездок, перемещений. И причём эти поездки могут быть как и рабочего характера, так и семейные. То есть здесь вот может быть однозначно. Может быть по каким-то дружеским обстоятельствам тоже может быть. Но так или иначе вы будете на расхват однозначно. Но в принципе я бы сказала, что вас даже порадует такая активность. То есть здесь вы прям будете чувствовать себя энергично очень. Вас ждут события на этой неделе, которые, знаете, вот вас порадуют. Потому что благодаря этим событиям вы сможете, ну, во всяком случае, себя побаловать чем-то, что-то решить, что-то укрепить. Вы будете как-то на расхват. Да, вот такая линия у вас идёт. Вам очень важно уделить внимание своей настойчивости, потому что это поможет добиться личных, профессиональных целей. А также завоевать расположение людей, которые вам не безразличны. На этой неделе вас ждут приятные события на личном фронте. Ждут события удачного характера в финансовом вопросе. То есть благодаря перемещениям и поездкам вы решите очень много вопросов. Однозначно. Потому что вы сможете максимально подхватить энергию недели и получить все нужные ресурсы и импульсы. Вы будете переполнены настолько энергией, что благодаря этому вы сможете многое удачно решить и завершить. Я бы даже сказала. И все обстоятельства вокруг вас к этому будут подталкивать. Когда можно максимально решить удачно любые вопросы. И финансового характера, и рабочие моменты, и деловые какие-то вопросы, и вопросы, связанные с недвижимостью, и еще себя даже чем-то побаловать. Поэтому используйте эту неделю, чтобы максимально решить все вопросы. Это у вас так. Так, это у нас с вами были Девы. Теперь мы смотрим весы. Так, весы. Что я могу сказать? Что получается у вас? В первую очередь, неделя будет очень интересной. Хотя немножко есть будут поводы для печали. Но я бы сказала, что это больше, знаете, как идут... Просто из-за того, что не все получится, как вы хотели. Немножко. То есть у вас будет такая линия, что в одном решится вопрос, а в другом не очень. И вас это будет немного расстраивать. Вот эта линия просматривается. Но это не значит, что все действительно плохо. Все равно ожидаются дополнительные ресурсы решения ваших вопросов. И все вопросы будут связаны именно с финансами, либо решением именно отношений с человеком. Может быть, личного характера. То есть такой момент тоже может быть. Для вас самое главное — это четко создать цель, четко создать именно реализацию именно поставленных задач. И просто следовать этому. Не сворачивая, как говорится, со своего пути. Потому что только через именно свой настрой будет, во-первых, меньше, я бы сказала, рисков потерь, каких-то неприятных моментов и каких-то неприятных задач. Поэтому, когда у вас сейчас на этой неделе будут решаться очень значимые вопросы, причем это может быть любого характера, там и продажи, покупки машины, квартиры, либо еще что-то, либо решение подписания документов, либо оформление каких-то, может быть, еще ресурсов, вам следует проявлять максимальную бдительность в делах, вот, знаете, на этой неделе, связанных именно с оформлением документов. Потому что в будущем могут возникнуть какие-то, я бы сказала, недоразумения, вот идет именно так. А в остальном все будет у вас прекрасно. Не поддавайтесь неприятным разговорам, совершенно не нужно слушать, да, там кто что говорит, а занимайтесь именно своим делом. И любые ваши идеи и начинания, они, в принципе, завершатся удачно для вас, понимаете? То есть, когда действительно все сложится нормально, прекрасно, и вы сможете еще и отдохнуть уже, расслабиться, да, то есть сможете однозначно, и будет все достаточно комфортно. То есть, в принципе, будет стабильно, если вы не будете обращать внимание на то, что происходит вокруг. Может быть, это вообще вас не будет касаться, понимаете? А вы будете свое время тратить на это. Поэтому вот здесь вот, ну, как-то старайтесь это обходить. Обязательно пообщайтесь с людьми старшего возраста, то есть именно с родственниками, да, с которыми вы, может быть, давно не общались. Это тоже даст вам такой нужный импульс. И, в принципе, если вот рассматривать ваши, я бы сказала, цели, да, на этой неделе, идёт именно такая позиция, что вот самое главное для вас это не терять надежду, да, то есть даже если есть какие-то препятствия, кто бы что бы ни говорил на этой неделе, не теряйте надежду. Обязательно верьте, что у вас всё получится, потому что только благодаря этому настрою у вас действительно всё получится. Вот у вас так. Так, теперь мы смотрим скорпион. Так, скорпионы, что я могу сказать, что получается у вас? Первую очередь идёт именно такая ситуация, что у вас на этой неделе будет очень много энергии и силы для того, чтобы можно было решить очень много задач и вопросов. Единственное, что, обратите внимание на то, чтобы вы должны грамотно распределять свои силы, да, то есть свою энергию и свои силы, то есть грамотно их израсходовать, потому что вы должны чётко распределить свои силы, чтобы они, ну, знаете, как не ушли впустую, да, чтобы впустую не ушло ваше время, которое вы потратите. Вы на самом деле без труда сейчас сможете получить максимум, решить все вопросы, тем более вы уже приложились усилия, вы уже потратили много времени, и сейчас как раз нужно заниматься как бы дальше этим вопросом, чтобы уже получить нужные для себя результаты. Особенно если вы потратили очень много времени. Не нужно переключать своё внимание на что-то другое, а вам очень важно сосредоточиться на самом главном. У вас эта неделя ожидает, я бы сказала, такой достаточно интересный, где будет очень много движения, очень много динамики, очень много таких хороших событий, но если вы сделаете всё грамотно и правильно. То есть самое главное, сами не останавливайтесь, потому что может быть немного такой, ну, как бы процесс, да, что а вдруг что-то сорвётся. Не сорвётся, если вы грамотно будете всё использовать. И ещё может быть такой момент, что в последние как бы секунду вы можете передумать. Вот тоже этого не нужно делать, потому что уж слишком много потрачено времени и сил. Единственное, что старайтесь не обсуждать всё, что делается, и старайтесь всё-таки контролировать своё, я бы сказала, окружение. Потому что есть именно такой момент, что как, ну, не откровенничайте слишком с другими людьми, потому что что-то может пойти против вас. Особенно какие-то очень такие моменты, которые бы вы хотели скрыть, да, либо не хотели обсуждать. То есть старайтесь это всё обойти. На этой неделе расширится ваш круг общения однозначно. То есть есть люди, которые дадут вам, ну, я бы сказала, такую нужную энергию, да. То есть будут и встречи, и какие-то приглашения будут у вас на этой неделе, и вас это вполне будет радовать. У вас появится возможность максимально сосредоточиться на самом главном. То есть обратите на это внимание однозначно. На самом деле эта неделя будет очень, я бы сказала, стабильной, благоприятной и, в первую очередь, комфортной для вас. Не исключено, что эта неделя для вас будет очень такой положительной, максимально удачной и очень решающей. Потому что именно благодаря этому вы сможете, наконец, получить заслуженную награду. То есть то, на чем так долго упорно и трудно долго работали, как раз вот идёт именно такая очень удачно хорошая. Динамика. И плюс ещё что-то для себя откроете новое, благодаря чему сможете реализовать очень много, я бы сказала, моментов. То есть когда действительно открываются нужные для вас горизонты. И если вы даже раньше что-то не замечали, то как раз сейчас ситуация будет меняться. То есть когда действительно вы полноценно будете получать, я бы сказала, какие-то уникальные возможности. И вас это вполне будет радовать. Поэтому здесь сосредотачиваемся на самом гладом, завершаем все процессы, не боимся перемен, потому что немножко страх может быть, и открываемся новому. Тем более у вас такая прям, ну знаете, неделя очень, я бы сказала, такая динамичная, активная, и очень много таких ресурсов будет решено. Вот у вас так. Так, теперь сейчас мы с вами смотрим стрелец. Так, что-то вы как-то немножко будете переживать, переживать как-то немножко с трудностями. Вам будут идти какие-то моменты, но в принципе все равно все это легко решите. Вам самое главное, знаете, вот идет такой момент, что нужно действовать постепенно. Вот если вы действительно хотите максимально решить вопросы, действуйте постепенно. Вы как-то остро будете нуждаться в отдыхе. И на это обратите внимание, вам нужен прям отдых, потому что немножко идут такие вот сложности. Постарайтесь на этой неделе свою активность свести к минимуму, для того, чтобы можно было решить, как вам дальше действовать, да, то есть что делать, что не стоит делать и так далее. Не нужно винить себя в том, что вы с чем-то не справляетесь. Не нужно сравнивать себя с другими, потому что тоже немножко может быть такой момент, как будете себя с кем-то сравнивать. Для вас самое главное на этой неделе — это пауза. То есть она вам прям нужна, она вам прям необходима, для того, чтобы вы могли собраться силами, понять, в каком направлении вам двигаться дальше. Потому что вы немножко как-то запутались. И чтобы разобраться со своим состоянием, да, и решить свои вопросы, вам нужна пауза обязательно. Позвольте себе, знаете, такой, я бы сказала, немного небольшой отпуск. Тем более, что у вас, в принципе, время будет для расслабленного состояния. Даже немного больше, чем обычно. Вы решите, то есть трудности, которые есть, с которыми вы сталкиваетесь, они имеют временный характер, то есть которые, в принципе, решатся. Не отказывайте себе в удовольствии на этой неделе, потому что это тоже принесёт вам нужные результаты. Старайтесь создавать больше на этой неделе благоприятную для себя обстановку. То есть то, что важно, то, что интересно, и то, что радует глаз, и всё такое прочее. То есть то, что вас порадует. Обязательно радуйте себя на этой неделе, потому что немножко есть риски, как можете себя настолько извести, что будет очень-очень сложно. Эта неделя больше подходит, я бы сказала, для обновления, восстановления именно важных для вас ресурсов, отношений, каких-то процессов, для каждого своё и так далее. У вас, кстати, на этой неделе появится возможность наладить отношения с людьми, с которыми вы раньше не находили общего языка. То есть как-то старые обиды будут забываться, если вы не будете вспоминать, и на этом сосредоточены, и сможете наладить с людьми отношения. В целом, неделя будет очень даже такой комфортной. Да, немножко сложной именно, я бы сказала, больше о психологическом аспекте, но в целом неделя будет очень комфортной, и позвольте себе немножко порадоваться. Вот у вас так. Так, это у нас с вами были стрельцы. Теперь мы смотрим козерог. Субтитры сделал DimaTorzok. Так, козероги, что получается у вас? Ой, немножко как-то вот сложно, тяжело, как-то вот вы попадёте в какую-то ловушку, я смотрю. Будьте внимательны к своим желаниям на этой неделе, потому что есть риски того, что исполнятся те желания, которые принесут вам проблемы. То есть как-то вот к этому будьте готовы. Что-то изменится в вашей жизни, что вам придётся подстраиваться на этой неделе, подстраиваться под обстоятельства, которые, вернее, к которым вы не совсем готовы. Здесь слушайте свою интуицию, не поддавайтесь страхам, не поддавайтесь именно своим комплексам. Очень важно вам, я бы сказала, сосредоточиться на развитии, на внутреннем развитии, и не уделять больше времени именно материальному, потому что какие-то ложные будут у вас аспекты, я смотрю, какие-то представления ложные. То есть если вам что-то предлагают, какие-то кардинальные перемены, не верьте, потому что это может быть для вас очень такой большой ловушкой, я смотрю. Вы на этой неделе сможете по-новому взглянуть на многие вещи. Причём здесь что-то резко будете менять, и резко это может быть отношение, это, кстати, может быть и смена имиджа, вы можете работу резко поменять, либо вообще какие-то свои привычки, что-то вы резко поменяете на этой неделе. Вот здесь самое главное, когда вы будете, я бы сказала, поддаваться всё-таки этому порыву однозначно, для вас самое главное вовремя, знаете, как-то вот и остановиться, чтобы не было ошибок, и в то же время для вас самое главное вовремя, для вас самое главное больше, знаете, как, максимально сосредоточиться на том, что действительно в первую очередь важно решить, потому что вы можете чувствовать в себе силу и использовать все ресурсы, чтобы за эту неделю по максимуму решить какие-то вопросы, но контролируйте, контролируйте свои желания, контролируйте себя. Лучше, конечно, сосредоточиться на том, что действительно легко поддаётся. Потому что если вы будете напролом идти к чему-то, то тогда вы сделаете очень большие ошибки и будете очень сильно жалеть об этом. Далее, у вас на самом деле будет очень много встреч, очень много разговоров на этой неделе. Вы, в принципе, сможете свернуть горы. Единственное, что вам понадобится поддержка и не отказывайтесь от поддержки, тем более вам будут её предлагать, не отказывайтесь, потому что полностью со всем натиском, который будет идти на этой неделе, полностью вы сами не справитесь. Если нужна помощь, обязательно просите эту помощь, потому что она вам будет необходима. Не забывайте. Больше знаете, как не забывайте. И не забывайте о самом главном, это в вашем становлении, то есть именно внутреннем становлении. Потому что голова будет забита всеми разными аспектами, всеми разными вещами, что нужно и то, и то решить, и все вопросы решить, и там решить, и здесь решить. Не забывайте про себя. И здесь, понимаете, вот идёт именно такой момент, что не забывайте про своё здоровье, то есть потратите много сил, здоровье, а это здоровье уже не вернётся. Поэтому здесь обращайте внимание именно на своё здоровье. В целом идёт именно такой момент, что несмотря на некоторые сложности, Но всё-таки вы сможете их преодолеть и решить все свои вопросы. Ну вот идёт так. Так, это у нас с вами были козероги. Теперь мы смотрим в отдалении. Так, в отдалении, что я могу сказать, какая идёт у вас ситуация? В первую очередь на этой неделе вы максимально будете сосредоточены на работе. Прямо очень удачно всё у вас будет складываться. У вас будет шанс получить желаемую должность, если вы долго к этому шли. И вы даже будете как-то привлекать к себе внимание нужных для вас людей. Прямо однозначно и очень удачно, я смотрю. Вот идёт такая линия. Будут какие-то интересные встречи, какие-то интересные идеи. А вы сможете наладить, я бы сказала, знаете, такой грамотный контакт с коллегами, с нужными людьми. Что это вам даст возможность, позволит максимально, знаете, как-то вот, ну, во всяком случае, ну, это даст вам возможность максимально получить нужные ресурсы. То есть сделать всё так, как нужно вам в первую очередь. Вот идёт больше именно так. Поэтому то, что вам будет предлагать, то, что вам будет давать, не отказывайтесь. У вас всё получится. Для вас самое главное — держать эмоции под контролем. Особенно вот когда будет, знаете, такая вот самая значимая задача решаться, да, вот самое главное — держать эмоции под контролем. Ну, как-то вот в разговорах особенно. Иначе вы просто рискуете там наделать каких-то ошибок, да, дать волю там своим высказываниям и всё испортите. Вот прям идёт однозначно. Далее. Проявляйте терпение в некоторых моментах. То есть если что-то не получается, проявляйте терпение. Проявляйте гибкость в общении там с сотрудниками, с домочадцами, да, там с людьми, которые для вас важны. Тоже очень важно. Ну, а на этой неделе у вас, возможно, перемены однозначно. Причём будет именно такая ситуация, что перемены могут касаться работы, личных интересов, смены места жительства, кстати, может касаться у вас перемены. Особенно если вы долго к этому шли, это тоже может быть. Также идёт именно такая ситуация, что могут возникнуть какие-то старые проблемы, про которые вы забыли, но придётся их решать. То есть придётся вернуться к делам, я бы сказала, которые считались для вас завершёнными. Но на самом деле это не так. То есть что-то вы упустили, и на этой неделе придётся решать. Но эта неделя даст вам возможность финансового характера улучшить однозначно. То есть все позиции, которые вы будете делать, они будут для вас выгодными и комфортными однозначно. Самое главное — проявляйте терпение, проявляйте именно такое спокойствие. Не нужно рвать и метать, если что-то не получается, потому что тоже может быть такая линия. А очень важно сосредоточиться на поставленных задачах и спокойно их решать. И тогда всё будет прекрасно у вас. Верьте в себя, верьте в свои силы, потому что только благодаря своей силе, своим идеям вы максимально решите все удачные вопросы. То есть контролируйте себя, именно свои эмоции, свой внутренний импульс. И это даст хороший толчок вам, понимаете, именно к решению, я бы сказала, таких важных, основных моментов на этой неделе. И, в принципе, на этой неделе вы придёте к стабильности. Вот у вас так. Так, это у нас с вами были водолеи. Теперь мы смотрим рыбки. Так, рыбки. Что-то как-то немножко тревожность, немножко как-то вы будете опечалены. Что какие-то известия придут, и вам могут исполнить настроение. Как-то всё очень печально. Но поднимайте себе настроение любым способом. Возможно, что просто сейчас, на этой неделе, вы не готовы что-то менять, кардинально менять, что-то решать. Не готовы. Позвольте себе немножко помечтать на этой неделе. Не пытайтесь переломить какую-то ситуацию. Не пытайтесь максимально насильно себя заставлять что-то решать. Потому что вы немножко как-то будете сосредоточены на другом. И немножко будет, знаете, я бы сказала, такое непонимание, а куда я вообще двигаюсь, да? То есть, а куда я иду, а что мне вообще делать? То есть, как-то вот такая линия просматривается. И даже если сейчас вы хотите что-то изменить в своей жизни, вот пока остановитесь, чтобы не сделать себе хуже. Вам лучше на этой неделе сосредоточиться на том, что вам даётся легко, комфортно. Сосредоточиться на чём-то приятном, на чём-то таком хорошем. Вот идёт именно так. То есть, на чём-то прекрасном, понимаете? Потому что именно благодаря этому вы сможете, я бы сказала, ну как-то вот получить нужный импульс, поднять себе настроение и вот выйти тогда уже на новый виток из жизни. Ни в коем случае не унывайте. Не нужно сосредотачиваться, что вот всё плохо, я бьюсь и бьюсь и бьюсь, иногда мне ничего не получается и так далее. Да, вот не нужно этого делать. Потому что у вас на самом деле, если вы будете верить в себя, верить в то, что вы способны на многое, то тогда эта неделя даст вам увидеть хотя бы перспективы своего будущего. И вы сможете, даже если не сделаете каких-то шагов, но вы хотя бы сможете для себя уже определиться. То есть, что вам даст перемены, что вам даст хорошие возможности. И ваша главная задача хотя бы всё зафиксировать на этой неделе, чтобы потом можно было уже приступать к каким-то вот нужным ресурсам. Эта неделя больше будет, знаете, такой спокойной, тихой, что не нужно пытаться переломить какую-то ситуацию, особенно если что-то не поддаётся, не нужно этого. Потому что просто на этой неделе пока нет таких возможностей для вас, чтобы вы могли что-то максимально решить. не отвлекайтесь на пустые разговоры либо на какие-то напряжённые разговоры. Попробуйте себе лучше, знаете, такой вот устроить праздник, либо уединиться, да, то есть побыть наедине своими мыслями, чтобы вы могли прийти в нужную для себя, я бы сказала, такую форму, и уже в спокойном состоянии решить, что вам делать дальше. И не сосредотачиваемся на потерях, которые вы перенесли, либо перенесёте. Потому что это всё восполнимо, это всё вам поднимется, да, то есть даст возможность в будущем что-то получить и решить. Но ваша задача сейчас сосредоточиться на прекрасном. И ни в коем случае не нужно вот как бы сосредотачиваться на том, что всё плохо. У вас просто временная пауза на этой неделе. Вот идёт именно так, что временная пауза, которую нужно просто переждать. Только и всего не всё так критично и не всё так страшно. Ну вот, идёт так. Это вот у нас с вами были рыбки. Вот такой-то у нас с вами получился прогноз. Я вам всем желаю, чтобы эта неделя для каждого была самой чудесной и самой волшебной. И как всегда, подписываемся на канал. И пока-пока. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok